Приветствую вас, давайте сразу скажем, сразу определим, что вы скорее всего человека уже не любите. В этом контексте я бы сказал, что вы уже добились того, что хотели, того, чего хотели, того, чего желали. То есть вы его уже разлюбили, вы уже его не любите. Если вы хотите его разлюбить, значит вы уже его не любите. Любовь это то, что дарит счастье, любовь это то, что дарит свет, любовь это то, что хочется дарить, то, что хочется отдавать. Если вы желаете разлюбить, значит вы уже не любите. В этом контексте я полагаю, что ответ на ваш вопрос такой, что вы уже его не любите. Уже. Своего партнера. Я имею ввиду, что не любите. Но, несмотря на это, чувства, которые у вас есть, они безусловно имеют место быть, они безусловно присутствуют, они безусловно влияют на ваше поведение. Вот только эти чувства, это не любовь. А некие неприятности, некие другие чувства совсем, которые вам причиняют боль. Понимаете, вот в ситуации, когда люди расстаются по той или иной причине, и если человек любит другого, если человек любит своего партнера, то да, ему грустно, безусловно. Да, это не самое радостное событие в жизни, что любимые люди расстаются, или люди, у которых что-то было общее, расстаются, или люди, которые прожили вместе какое-то время, расстаются. Вот. Это не самое радостное событие в жизни. Но человек, человеку грустно, человеку тяжело, но он все-таки испытывает скорее такую, знаете, светлую грусть, то есть это грусть, которая связана непосредственно с тем, что приходится учиться заново. Это как, ты умел ходить, да, потом, соответственно, тебя начали носить на руках, а после того, как тебя перстали носить на руках, ты опять должен научиться ходить. Вот, например, такая, такая история. То есть, да, грустно, да, тяжело, безусловно, потому что когда с человеком вместе находишься, ну, как-то привыкаешь к нему, да, привыкаешь полагаться на него, привыкаешь, там, его присутствую, и это нормально, это нормально. И когда человек уходит, когда люди расстаются, подобная грусть, это тоже в порядке вещей. Вот. Но здесь не стоит цель разлюбить человека. А у одного партнера любовь может сохраняться. Уйти может тот партнер, который любит. И любовь, она не приглашается от того, что люди расстаются. И любовь, если это именно любовь, боли не причиняют, потому что человек понимает и тот, кто любит, и тот, кто не любит, тот, кто ушел друг от друга, они понимают, что уход сделает их счастливыми, более счастливыми. Потому что там, где хорошо, люди не уходят. Оттуда, где хорошо, люди не уходят. Там, где нет проблем, люди не уходят. Но если у человека грусть не светлая, если человеку, человеку не преследует цели именно пережить, да, то есть научиться жить без... А если человеку именно тяжело и больно от того, что он любит, то он постоянно думает о партнере, он постоянно тянется к нему и так далее, и так далее, и так далее. Вот здесь какие-то уже личные переживания, связь связанные, такие как страх одиночества, чувство брошенности, ревность, уязвленная гордость, самолюбие, задержанная самооценка, вот. Еще какие-то мысли, еще какие-то потребности, вот. И, как бы здесь речь идет не о любви, как таковой. Вы поймите, это, здесь идет не о любви речь, здесь идет о чувствах других, о желаниях человека, конкретно. Что, вот, я был с кем-то, да, этот человек ушел, мне стало плохо. Что, прожил месяц, прошел два, три, четыре, год прошел, а мне все равно плохо. Я все равно страдаю. И почему я страдаю? Потому что мне ничего там не хватает. Понимаете? И вот с тем, с чего не хватает, нужно работать. Почему мне плохо? Потому что у меня в голове крутятся определенные мысли, что вот от меня уезжли, значит я там плохой или плохая, вот. И так далее. Тогда это уже изменение представлений о себе. То есть, я начинаю, да, по-другому о себе думать. Вот. Знаете? Тут такая вот такая история. По сути. И, соответственно, действовать вам нужно именно в этом направлении. Ходится? Всё? Вот, это... То есть, эээ Ээ, история вот именно пока, по сути свою, вот. Надеюсь, что вам это будет достаточно, надеюсь, вам это будет полезно, надеюсь, что вам поможет это выйти на определенный уровень, на определенную цель, вот, если не получается, самостоятельно обращайтесь в личку, буду нам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, вопросы свои по ответу также можете задавать в личку, буду рад вам ответить. Желаю вам всего самого доброго и удачи.